Добрый вечер, люби-друзи! Добрый вечер, товарищи! О чем я хочу сегодня рассказать, так это о влиянии запаха на звук гитары. Казалось бы, какая нафиг разница? Какой такой запах? Как он влияет на звук гитары? А нет? Я вам таки докажу, что он влияет. Представьте себе, что ваша гитара воняет, как буллшит. В общем, гитара вонючка. Гитара воняет и пахнет очень нелицеприятно. Что это значит? Это значит, что если вы попытаетесь взять эту гитару в руки и поиграть на ней, вы очень скоро остановитесь и перестанете это делать. Что это значит? Значит, с другой точки зрения, это то, что если гитара воняет, она звучит хуже. Потому что если она воняет, вы просто не будете на ней играть. Если гитара воняет, значит, вы на ней не играете. И значит, она не звучит абсолютно никак. То есть, влияние запаха на звук гитары. Чем хуже гитара пахнет, тем хуже она звучит. Пахнет ужасно, не звучит вообще никак. Для примера я приведу вам историю из моей собственной жизни. Смотрите, вот эта гитара гринь. Гринь, потому что зеленая. Ну, конечно. Делай эту гитару практически с нуля. Из набора сделай сам. И когда пришла, пора задуматься о том, чем же покрыть эту гитару волшебную. Я послушал великие умы нашей земли и решил покрыть эту гитару тунговым маслом. Потому что все говорят, что тунговое масло – это выбор хипстера. Это то, что очень-очень классная вещь. Это очень что-то натуральное и природное. Тунговое масло – это просто прекрасно. Покрывай гитару тунговым маслом и будет тебе счастье. Будет тебе просто абсолют, фэншуй и все, что с этим связано. Короче, купил я нафиг итальянского производства фирмы Bormavax или что-то такое подобное. Тунговое нахер масло. И покрыл я им свою гитару в несколько слоев. И что же произошло? А произошло то, что через день, через два, после того, как масло высохло, гитара продолжила пахнуть. Я бы даже не назвал это запахом. Она не продолжила пахнуть. Она продолжила вонять нафиг. Вонять так, что все мухи дохнут. Все живое вокруг нафиг склеивает ласты. Я попробовал задышать эту гитару. Поиграть на ней немножко. Через месяц, через два. И ни хрена не помогло. Она продолжала вонять. Поэтому эту гитару я откладывал. Этот проект, на который я возлагал столь большие надежды, я откладывал в долгий ящик. Все закончилось тем, что я приехал. Куда-то там приехал. У меня появился микробалкон. Когда я смог гитару эту выставить нахер на балкон. В общем, потратил я. Даже не потратил я ничего. Я не потратил. Я выставил эту гитару на улицу. Она простояла на балконе полгода. Полгода. Шесть месяцев. И она выванивалась эти шесть месяцев. И только после того, как выванилась, она начала звучать. Потому что, если гитара не воняет, я могу на ней играть. Меня ничто не вызывает отторжение от нее. Короче, вот вам пример моей супер-грине из волнистого клёна. Которая, пока она воняла, пока она пахла плохо, она не звучала вообще, потому что я полгода в руки ее не брал и вообще на ней не играл. Резюме. Если гитара пахнет плохо, она и звучит, соответственно, плохо. Я надеюсь, что вы со мной абсолютно согласитесь. Надеюсь, что вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, что-то подобное. И поддержите меня. И вместе мы прорвемся. Вместе мы достигнем успехов. Мы достигнем коммунизма, капитализма, банковской свободы. И все будет просто прекрасно. Вместе навсегда.